Привет, интернет! Сегодня мы сравним два смартфона Poco F2 Pro и OnePlus Nord. Они очень похожи по характеристикам, по цене, но у нас будет еще одна мобила. Это Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Типа, знаете, если у вас стоит выбор между этими двумя смартфонами, всегда есть альтернатива. Можно всегда убиться в бюджетнике и взять Xiaomi топ за свои деньги 10 из 10. Я уже заранее знаю, что Redmi немного будет отставать по всем параметрам. Мы его взяли просто в качестве индикатора, мол, что может смартфон вдвое дешевле предложить за свою цену. Все три смартфона мы будем сравнивать по 10 параметрам. Сборка и дизайн, дисплей, железо, память, аккумуляторная батарея и зарядка, игры, нагрев и троттлинг, камеры, звук, аппаратные фишки, а также операционные системы и быстродействие. За честностью нашего сравнения будет следить независимый эксперт, плюшевый медведь Егорка. Посадим ему его вот сюда, чтобы он за всем этим делом наблюдал, за всем этим буйством и безумием. Ну и на всякий случай, если вы новый подписчик, не знаете, что здесь происходит, последнее сравнение выходило два года тому назад, черт возьми, немного о системе оценок. Я ставлю плюс, полплюса, а также минус. Плюс за какое-то прям хорошее преимущество, полплюса, если прям нет откровенного косяка, но и какого-то преимущества нет. Ну и минус за недостаток. Начнем с первого параметра, сборка и дизайн. Говоря про F2 Pro, можно сказать, что это Xiaomi, который выделяется из общей массы смартфонов данного производителя своим дизайном. Он потрясающе выглядит, офигенно ощущается в руке, он очень плотный. Аппарат ощущается безумно дорогим. Ему за сборку и дизайн определенно поставим плюсик. Следующий аппарат на очереди, OnePlus Nord. От него я ждал гораздо большего по дизайну. По факту это Realme X50, как по внешнему виду, так и по характеристикам. Но это не хорошо и не плохо, это просто обычный смартфон. Главным недостатком этого девайса, я считаю, двойную фронталку, вписанную в левый верхний угол, она не очень эстетично выглядит. Зато у него лучше эргономика, чем у Poco F2 Pro. Он меньше по размеру, соответственно, и пользоваться одной рукой им тоже удобно. Минусов аппарат явно не заслуживает, поэтому ему за сборку и дизайн тоже поставим плюсик. Ну и смартфон-индикатор Redmi Note 9 Pro. Выполнен он из стекла и пластика, потому что он в два раза дешевле своих оппонентов. Смотрится аппарат прям ничего. Его я тоже не могу назвать прям откровенным уродцем. И за дизайн, и сборку, тем более, сборка тоже вообще абсолютно плотный монолит, я ему тоже поставлю плюсик. Он, конечно, ощущается в руках более бюджетно, но за свою цену очень даже неплохо. Следующий параметр для сравнения – дисплей. Зацените, какой потрясный экран у Poco F2 Pro. Во-первых, у него ничего не вписано в экран, никакие фронталки здесь не торчат. Фронтальная камера здесь выдвижная, она выходит вот таким вот образом, с таким вот вау-эффектиком. Тоже выглядит потрясающе, даже есть звуковое сопровождение. Это AMOLED-матрица флагманского уровня, единственным недостатком которой является 60 Гц. Сегодня это не ICE смотрится. Из всех троих у Poco самая яркая матрица. В пике яркость достигает 1200 кандел на квадратный метр. Экран поддерживает HDR10+, и покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Poco F2 Pro обладает, пожалуй, самым лучшим экраном в своем ценовом диапазоне. Определенно плюс. Следующий – OnePlus Nord. Здесь дисплей поменьше, но это даже в плюс идет аппарату. 6,44 дюйма, 2400 на 1800, 90 Гц, поддержка HDR10+, и та же самая Gorilla Glass 5. Из-за 90-герцового дисплея аппарат прям приобретает новые краски. Он гораздо быстрее работает по ощущениям, чем остальные. Самое главное, что здесь вылечили старую болячку OnePlus, когда ты делал минимальную яркость, прокручивал ленту, встречал в этой ленте какие-то черные объекты, и они оставляли такой шлейф черный. Здесь этого эффекта нет, к счастью. Над матрицей в этом поколении OnePlus очень хорошо поработали, потрясающий дисплей, тоже заслуживает свой полноценный плюс. Яркость у него тоже похуже, чем у Poco, но зато у 90 Гц, который все окупает. Окей, идем далее. Redmi Note 9 Pro. Единственный представитель нашего сравнения, обладающий IPS-матрицей, 60 Гц, 6,67 дюйма, 2400 на 1080, зато он также покрыт пятой гориллой в качестве защиты. Как только достаешь смартфон из коробки, разблокируешь его, уже видна бюджетность аппарата. IPS-матрица сегодня смотрится не так премиально и так круто, под экстремальными углами он может выцветать, но это никак не сказывается на качестве восприятия. Экран здесь очень неплох, так что тоже заслуженный плюс. Блин, у Poco вообще охеренский дисплей, ааа, прям кайф. Может ему за это жирный плюс поставить вообще? Давай пожирнее его сделаем. Следующий параметр – железо. Тут можно, не раздумывая, сразу ставить Poco F2 Pro Plus, потому что он работает на Snapdragon 865. Они, кстати, неплохо поработали с охлаждением, но об этом чуть позже. OnePlus Nordge и Note 9 Pro обладают плюс-минус одинаковым железом. Здесь стоит 765G, чуть попроизводительнее. Здесь 720G, чуть менее производительный, но по факту это плюс-минус два одинаковых процессора. Можно было бы подумать, если бы не тестировать эти девайсы на самом деле, потому что, ну, Redmi Note 9 Pro подтормаживает. У него прям видны вот эти лаги интерфейса. Результаты бенчмарков вы видите сейчас на своих экранах, однако я не считаю, что кто-то из этих девайсов заслуживает прям полноценного минуса, что 765G, что 720 – отличные процессоры, поэтому, ну, так, поставим им по полплюсика одному и другому. Срочные новости. Сегодня в горах Зайлийского Алатау вновь обнаружены порезанные тела зомби. Представители службы безопасности воздерживаются давать комментарии по поводу того, чьих это рук дело. Но жители ближайших районов считают, что это местные каратели, которые не хотят распространения неизвестной формы вируса. Напомним, что этот вирус передаётся так называемым... Не, не работает. Скучно. Может, сыграем в ассоциации? Это как? Ну, смотри, я говорю первое слово, и второе на ассоциацию говорит это слово. Потом второе говорит ассоциацию, и третье говорит ассоциацию на это слово. И третье говорит слово на ассоциацию первого. Вот так. Горы. Ледники. Глобальное потепление. Засуха. Похмелье. Савиньон-бан, шардоне и тёмное пиво. Сталинский ампир. Неоклассицизм. Карл Брюлов. Последний день Помпеи. Побильная игра в жанре выживания. Большой мир с полной свободой. Собирай ресурсы и транспорт. Строй базы и занимайся крафтом. Ты можешь грабить и воевать. И всё это в мире зомби-апокалипсиса. В игру завезли возможность торговать в лавках, а также ты можешь завести свой собственный бизнес. Заведи себе вса. Милого домашнего любимца или верного помощника в бою. Можешь даже нескольких. Более 250 миллионов игроков по всему миру уже сыграли в проект. А кто создал эту игру? Студия Кефир. Это ребята из России и ближних стран. Их офисы находятся в Волгограде, Питере и недавно открылся в Москве. Сейчас они берут сотрудников работать удаленно и продолжают улучшать игру. Переходите по ссылке в описании и сами зацените игру. Если сравнивать все девайсы по памяти, то плюс-минус тоже видим похожую картину. У всех оперативка типа LPDDR4X. Однако отличается постоянная память у Poco F2 Pro UFS 3.1. У Nord и у Redmi UFS 2.1. У Nord оперативки больше, 8 гигов. Ни у Nord, ни у Poco нет слота под microSD, но зато она присутствует у Redmi. Поэтому всем поставим за память по плюсу. Но плюс у F2 Pro будет гораздо жирнее, чем у остальных. Потому что UFS 3.1 все-таки решает. И смартфон благодаря этому работает гораздо быстрее. Давайте обратимся к нашему независимому эксперту. Егор, как ты думаешь, справедливо ли я поставил плюсы двум остальным участникам? Но все-таки UFS 2.1 на целое поколение отличается от UFS 3.1. Может они все-таки заслуживают минусов? Молчание, знак согласия. Значит никаких минусов я ставить не буду. Егор согласен с моим рейтингом. Все четенько, пацаны. Давайте теперь поговорим об аккумуляторной батарее и зарядке. Одно дело, когда у тебя огромный аккумулятор. И другое дело, когда тебе его заряжать нужно полдня. Начнем с Poco F2 Pro. У него аккумуляторная батарея на 4700 мАч. Согласитесь, неплохой объем, но он далеко не рекордсмен нашего сегодняшнего сравнения. У Redmi Note 9 Pro батарея на 5020 мАч. И у них абсолютно одинаковые зарядные устройства. Что у Poco, что у Redmi. Они выдают по 33 ватта, хотя поддерживают смартфоны всего 30 ватт и тот и другой. Аутсайдером же сегодняшнего сравнения условным можно считать OnePlus Nord. У него самая маленькая батарея из всех сравниваемых аппаратов. Всего 4115 мАч. Но также поддерживается быстрая зарядка Warp Charge. Тоже выдает 30 ватт. Просто называется по-другому. И зарядник у него выглядит более монструозно. Если судить только по цифрам, которые вы получили, то можно сразу расставить плюсы и минусы, да. Но не торопитесь с выводами. Самое главное, как смартфоны ведут себя в реальной жизни. Что мы сделали? Все три смартфона мы разрядили в ноль. После чего поставили их одновременно заряжаться с включенным экраном. Это очень важно. И всеми включенными беспроводными модулями связи. Именно так обычно и пользуются смартфоном. Ставим на зарядку и чекаем соцсети. Не правда ли? В таком режиме OnePlus Nord зарядился за 1 час 9 минут и 4 секунды. Poco F2 Pro на полную зарядку понадобился 1 час 46 минут 6 секунд. Redmi Note 9 Pro заряжался дольше всех 1 час 54 минуты 48 секунд. Почти 2 часа считай. По идее, все логично. У самого большого аккумулятора самая долгая зарядка. У самого маленького аккумулятора самая быстрая зарядка. Поэтому все заряжаются плюс-минус с одинаковой скоростью. Что ж теперь с разрядкой? Мы зарядили смартфоны на 100% и гоняли их и в хвост, и в гриву. Провели троттлинг-тест. Тест воспроизведения Ютуба. Гоняли игры, 3DMark, а также запись видео в 4К. Все это, конечно же, при максимальной яркости и всех включенных беспроводных модулях связи. Также на протяжении всего теста мы скачивали параллельно очень тяжелые приложения из Google Play. Итого, OnePlus Nord разрядился за 4 часа 35 минут. Poco F2 Pro за 5 часов 8 минут. А Redmi Note 9 Pro стал абсолютным рекордсменом нашего сравнения. 5 часов 26 минут понадобилось на то, чтобы разрядить эту гадину в ноль. Redmi Note 9 Pro за свою аккумуляторную батарею получает жирнейший плюс. Poco F2 Pro получает обычный плюс. OnePlus Nord не заслуживает полноценного плюса. У него офигенская автономность, особенно по сравнению с моим Google Pixel 4. Nord живет целый день, ну поэтому ему полплюса. Полплюса по сравнению с этими чуваками. Так, неплохая автономность. Следующий параметр. Игры, нагрев и тест на троттлинг. Все три аппарата мы сравнивали в трех играх PUBG Mobile, Call of Duty, а также недавно вышедшую Mad Runner. У нас получилось, что Poco F2 Pro постоянно в любых играх выдает стабильный 60 фпс. Ни больше, ни меньше. Ничем его просадить невозможно. Супер плавно идут игры. Действительно геймерский смартфон. Redmi Note 9 Pro в основном показывает 60 фпс, но с небольшими просадками до 50-55. А OnePlus Nord показывает крайне странную картину. При том, что у него 90 герцовый экран. Он выдает во всех играх кинематографичный 30 фпс. С какого черта происходит, я не знаю. Возможно, дело в том, что фпс-метр, который мы мерили, что-то показывает не так. Но по личным ощущениям это очень близко к правде. Возможно, он иногда подпрыгивал выше 30 фпс, но ниже этого фреймрейта он в основном не опускался. Тест на троттлинг мы проводили программой CPU Throttling Test. Продолжительность теста 1 час 43 минуты у всех троих. Все три смартфона в начале теста вели себя по-разному. Poco сразу начал сбрасывать частоты, но не до критических значений. Redmi контролировал частоту CPU скачкообразно, а Nord, если и сбрасывал частоты, то очень аккуратно. К концу тестов все выровнялись и к финишу пришли почти вровень. Ярко выраженного троттлинга нет ни у одного из представленных смартфонов, разве что Poco чуть-чуть троттлит больше остальных. Ну и наконец нагрев. Poco F2 Pro в пике нагрелся до 46,5 градусов, OnePlus Nord до 42,6 градусов и Redmi Note 9 Pro до 44 градусов. Однозначно за все тесты, за все игры, за все показатели F2 Pro получает жирнейший плюс, показывает себя чемпионским образом. Nord получает полплюса. Нет, черт возьми, за игры я бы ему вообще минус влепил. Но за то, что он самый холодный, я бы ему влепил плюс. Поэтому ну полплюса получается, окей? Нормально. Ну и Redmi Note 9 Pro тоже получает плюс. Потому что ну неплохо справляется. Да и в играх показывает себя максимально круто за свою цену. Да и без своей цены он тоже нормальный. Переходим к самому интересненькому. Камеры. У всех троих представителей нашего сегодняшнего сравнения по четыре модуля. Они все одинаковые функции выполняют. Есть ширик, есть основная камера, есть модуль для размытия заднего фона, а также макромодуль. У F2 Pro и у Redmi даже основные камеры очень похожи. По 64 мегапикселя. У Nord основная камера на 48 мегапикселей. И если бы мы были нубами в деле мобильной фотографии, то я бы просто поставил бы этим двоим за мегапиксели плюсики. А Nord там типа полплюса или минус даже поставил. Но дело в том, что в полевых условиях смартфоны ведут себя абсолютно по-разному. Представим себе ситуацию. Я начинающий блогер, выбираю себе недорогой смартфон для записи своих видеоблогов. Что же подойдет лучше? Boku F2 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, либо OnePlus Nord. Давайте это и проверим. Напишите в комментариях, как вам качество видеозаписи. Ну а мы с вами пойдем расставлять оценки. Это видео создано для того, чтобы потестировать, как все три смартфона снимают видео. Кстати, ни у одного из трех смартфонов нет возможности переключения между камерами во время видеозаписи. То есть, если ты начал снимать на ширик, то ты будешь снимать только на ширик. Если ты снимаешь на основную камеру, как это делаем мы сейчас, в 4K 30fps, то у тебя не будет возможности поставить широкоугольную камеру, только зумировать. Ну и проверка качества записи на фронтальные камеры. Если Poco F2 Pro и Redmi снимают только Full HD видео, 30fps, то, блин, OnePlus Nord умеет 4K 60fps. Наверное, мне кажется, у него одна из лучших фронталок на сегодняшний день, что вообще можно встретить в смартфоне. И среди них, на мой взгляд, опять же, у него лучше получается на фронтальную камеру. Была бы у него лучшая основная, я бы его похвалил, но... Но, но, но. Пока только фронталка лучше. Самым главным преимуществом F2 Pro перед своими оппонентами является возможность записи 8K видео. Сумасшедшее разрешение, для чего оно нужно в этом смартфоне, не совсем понятно. Ну и картинка, как мне кажется, она больше обскрелится программно, чем действительно аппарат на аппарат может записывать это видео. Ну, в любом случае, такая возможность есть, это хорошо. Возможно, это неплохой задел на будущее, если будет хорошее качество видео. На мой взгляд, у него самая сбалансированная камера из всех представленных четырех модулей. У него офигенское макро из всех представленных смартфонов. Поэтому F2 Pro получает жирнейший плюсище, вот такой. Я здесь рядом еще такой маленький поставлю за фронталку, ну так, на всякий случай, чтобы вы знали. Он в итоговую отчетность не пойдет, просто для красоты его нарисовал. Nord, чем он хорош? 4K 60 FPS на фронталке, два модуля, можно мою огромную харю фоткать, и она наконец-то помещается в экран. Также Nord чуть-чуть, прям вот на миллиметр лучше показывает себя в ночной фотографии, чем F2 Pro. Плюс к тому, у Nord еще есть оптическая стабилизация, чего нет у остальных двух его оппонентов. Поэтому плюс, обычный, окей? Обычный. С Redmi Note 9 Pro все понятно, по сравнению с устройствами класса выше он показывает себя естественно хуже, поэтому он заслуживает полплюса. Фак, у меня кажется фломастер сел, надо на зарядку поставить. Следующий параметр для сравнения звук у всех троих монозвук. Если сравнивать всех троих с моим Pixel 4, то звучат они прям очень средненько. Однако, если их сравнивать между собой, то все плюс-минус одинаково. У всех звук нормальный, громкий, все слышно, все можно влепить по плюсику. Конечно, я мог бы поставить петличный микрофон, все три смартфона включить по звуку, чтобы вы послушали. Но, во-первых, это будет звук через петличный микрофон, обработанный Ютубом. Никакой объективности это не даст. Просто поверьте на слово. Они все звучат плюс-минус одинаково. Переходим к предпоследнему параметру. Аппаратные фишки. Из аппаратных фишек у Poco F2 Pro есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, сканер отпечатков пальцев в экране, мини-джек, NFC для бесконтактной оплаты, а также у смартфона есть инфракрасный порт. Что же предложит нам OnePlus Nord? Все то же самое, только немного похуже. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 также, сканер отпечатков пальцев в экране, у него нет 3,5-мм мини-джека, также есть NFC, в комплекте тоже лежит неплохой чехольчик с текстурой, зато нет инфракрасного порта. Redmi Note 9 Pro предлагает Wi-Fi 5, Bluetooth 5, сканер отпечатков пальцев в боку, мини-джек, NFC и в комплекте, на удивление, тоже неплохой чехол. Он уже темный, значит, со временем не потемнеет. У всех трех смартфонов отсутствует влагозащита и нет беспроводной зарядки. Что получается по итогам? Давайте расставлять плюсы и минусы. F2 Pro определенно плюс, вот прям вообще офигенно. Wi-Fi 6 отдельный прям можно плюс поставить. Прям такой жирный, хорошенький, такой плюсяра. У OnePlus Nord нет мини-джека, нет каких-то особых примочек, ему поставим полплюсика, окей? Ну и, наконец, Redmi Note 9 Pro заслуживает обычный плюс. Для своего класса он очень неплох, много фишек, много плюшек, все они работают. Последний параметр для сравнения операционной системы и быстродействия. У F2 Pro и у Redmi Note 9 Pro не только одинаковые производители, но еще и одинаковые операционные системы, это MIUI, но разных поколений. У F2 Pro это MIUI 12, а у Redmi Note 9 Pro MIUI 11. Несмотря на то, что смартфон этого поколения вот-вот свеженький вышел, 12-ка на него так и не пришла, даже кастомов еще нет. Она где-то в разработке, в подвалах секретных баз, но релиза мы все еще не видим, какого черта? F2 Pro и Nord работают плюс-минус одинаково быстро и стабильно. Никаких претензий ни к F2 Pro, ни к Nord у меня нет. Им я просто могу взять и уверенно поставить по плюсу. А вот к Redmi Note 9 Pro у меня по части прошивки очень большие претензии. Во-первых, до сих пор не пришла актуальная версия MIUI 12. Где она, непонятно. Когда будет, неизвестно. Во-вторых, смартфон лагает. Прям откровенно я вижу тормоза и лаги. Лично для меня подобное очень критично. Я не могу равнодушно к такому относиться. За операционку можно было бы ему поставить плюс, но как эта операционка работает по быстродействию, просто ужасно. Это огромный жирнющий минус. Поэтому плюс на жирный минус дают такой маленький минусец, окей? Ну вот такой минус ему поставим. Единственный минус у этого аппарата. У него много достоинств, но вот по прошивке что-то не удалось. Я думаю, будет лучше. Какая MIUI? Я так и ушел. Окей, к финалу подошли. Давайте считать плюсы и минусы. Кто же у нас победитель, а кто аутсайдер? 12,5 баллов. Это супер показатель. Вообще очень круто. OnePlus Nord. 8 баллов, короче, получает OnePlus Nord. И Redmi Note 9 Pro. Раз, два. И у Redmi Note 9 Pro получается 7,5 баллов. Что по итогу? OnePlus обосрались в этом поколении. Объективно. Вот прям не очень за свою цену. Если бы он стоил хотя бы баксов 250, цены бы ему не было. От Redmi Note 9 Pro он даже особо не отличается. Poco F2 Pro лично для меня стал открытием. Офигенский телефон. Я долго не пользовался смартфонами Xiaomi. И когда взял его в руки, просто охренел. Он супер быстрый. У него офигенский экран. У него потрясающие камеры. Автономность неубиваемая. Ультимативный флагман по всем параметрам. Какого черта он стоит 400 баксов? Я не понимаю. Он должен стоить дороже. Ну а Redmi Note 9 Pro получился просто крепким среднебюджетником. Если у вас просто нет денег на что-то большее, лучше, чем этот девайс вы все равно не купите. Но лично мой совет все-таки докинуть до F2 Pro. Да, он стоит в 1,7 раз дороже. Но, блин, он того стоит. Вообще нет минусов. Смотрите, ни одного. Только жирные плюсы. Окей, что вы думаете об этом? Обязательно напишите в комментариях под этим видео. Эксперту Егорке отдельный лайк поставьте. Вот мне один и ему один. Если нормально посчитать, то два лайка надо с вас. Добавьте ролик в избранное. Подпишитесь на канал. Прожмите этот проклятущий колокольчик. Всем спасибо за внимание. Покедова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!